Журналисты-участники медиафорума «Спасные Енисеи» приехали в Минусинск накануне дня рождения города. Погода нам сделала сюрприз. Небо затянуло тучами и пошел дождь. Но это не помеха для настоящих журналистов, и мы отправились по Минусинским православным храмам. Но сначала прогулка по главной площади Минусинска. Усадьба Купчихи Матрены Беловой. Красивое угловое здание картины галереи. В прошлом дом трезвости. Его построил местный купец. Староста Сретенской церкви Иван Федорович Занин. А вот храм Спаса Нерукотворного. Он появился даже раньше Минусинска. Каменную церковь осветили в 1814 году за 9 лет до того, как Минусинск стал называться городом. Когда церкви было 100 лет, она значительно выросла. В годы советской власти он на 10 лет прекращал свое существование. Колокола сбросили, в здании хранили зерно. Но в 1943 году служба возобновилась. И с тех пор это главный храм Минусинска. В Спасском соборе участников медиафестиваля Спас встречает отец Сергий. В этот день, 27 лет назад, он крестился здесь. И вот уже 25 лет служит в этом храме. Впервые отец Сергий переступил порог храма, как журналист местной газеты «Власть труда». Он только хотел написать статью о православии, но пообщавшись с батюшками, решил покреститься. И стал священником. Ведь Бог отец, а люди – это дети. Поэтому между нами здесь сродство. Гены Божии есть у каждого из нас. Постоянная прихожанка собора Галина Михайловна Рачковская в прошлом учитель математики. Вспоминает 60-е годы. Я водила сюда детей даже на экскурсии, потому что это историческое такое здание. Она рассказывает, что верить раньше было нельзя. У меня воспитание такое было как бы деревенское. Бабушка всегда говорила – носи Бога в душе. Я и носила его в душе. Сейчас Галина Михайловна каждый день в храме. Она верит, что русских людей спасет только возвращение в православие. По моему разумению, россиянам не хватает терпения, любви друг к другу. В первые годы советской власти правительство решило отстранить патриарха Московского и всея Руси Тихона. Для этого устроили церковный раскол. Возникли так называемые обновленцы. Они захватывали власть в церкви. На защиту Вознесенского храма Минусинска встали женщины. Когда сюда пришел обновленческий батюшка, они разорвали на нем рясу и выбросили его. Выгнали его отсюда. Сказали, вам тут делать нечего. Своих православных, верных Христу жен, потом из кутузки вызволяли мужья. Взяли ребятишек и вот ходят демонстрации мимо тюрьмы. Говорят, отдайте наших, нам надо детей кормить. У нас скот не кормленный, у нас ничего. Вы зачем их забрали? После этого храм закрыли. Колокола сняли, а с рис и окладов сорвали 29 фунтов серебра. Сначала здание переделали под кинотеатр, потом сделали в нем продуктовую базу. Сейчас церковь восстанавливают. А вот кладбищенский разрушенный храм Сретения Господня еще только предстоит восстановить. В 30-е годы, когда к власти пришли обновленцы, этот храм был центром православия в Минусинске. И служил здесь епископ Дмитрий Вологодский. В то время архимандрит и духовник Минусинского женского монастыря. Он тайно был рукоположен в епископы и вернул из раскольничества в лоноцеркви многих обновленцев. В 37-м году архиепископ Минусинский и усинский Дмитрий Вологодский был расстрелян. Средства на строительство этой кладбищенской Сретенской церкви вкладывал купец Иван Федорович Занин. Тот самый, который построил в Минусинске здание общества трезвости. А это совсем новый храм – Покрова Пресвятой Богородицы. Появился он уже в наше время в поселке Зеленый Бор, недалеко от южной столицы Красноярского края. И славится благочестием тем, что в церкви могут остановиться паломники. На территории храма всегда много детей. Здесь хорошие спортивные и детские площадки. А еще прихожане имеют свое подсобное хозяйство. На крыше здания воскресной школы есть теплица, в которой круглый год растут зелень и огурцы. Изучайте историю родного края, обязательно угоститесь огурчиками из зеленого бора. Душевного вам спокойствия и пусть ваш день будет светлым!